Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна На частоте 15.90 АМ Еще раз 15.90 АМ Причем мы настаиваем Что это на частоте 15.90 АМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com И конечно же мы приветствуем Всех наших ютюбовцев Всех кто смотрит Слушает нас на ютюбе Там такая активная публика В чате ведут Споры, дискуссии Впрочем наши слушатели Тоже принимают участие в программах Периодически звонят со своими Замечаниями, предложениями И так далее Ну в чате ведут Идут люди Знающие толк Понимающие ситуацию Поэтому интересно читать Слово сказать Они не всегда обсуждают О чем мы говорим У них иногда Между собой У них своя жизнь Сережа Это Потому что там Ну это же аудитория широкая Там люди Из разных уголков мира Поэтому Ну так или иначе Так или иначе Мы приветствуем Всех И тех кто в чате И тех кто слушает нас Через Посредством радиоприемников Так Ну что Вся банда ломанулась В Калифорнию Банда ломанулась В Калифорнию Главный Калифорнийский бандит Пытается защитить Свои Своё место Ты знаешь Самое интересное Это то что Ну для тех людей Которые Не совсем в курсе Значит В штате Калифорнии Был дан клич О том Чтобы Выразить Губернатору Ноду недоверия И Убрать его С поста губернатора Для этого Нужно было Собрать Тысяч Один и восемь десятых Миллионах голосов Или подписей По поводу Вот так называемого Рекол В Калифорнии Собрали Почти Три миллиона Голосов Почти Три миллиона Там Два и восемь Или два и восемь Пять И При всем При этом Опять же Если верить Опросникам Нюсом Ведет Почти На десять Очков Впереди То есть Что мне это говорит Одно из двух Либо опросники Лгут Но это будет Сразу видно Вот буквально Осталось шесть дней Через шесть дней Будут идти Именно вот Голосования Либо опросники Врут Либо Как говорит Один мой Любимый Персонаж Александр Гордон Люди Не просто Наступают На одни И те же Грабли А они На них Танцуют Понимаешь Потому что Я не понимаю Собрать Почти Три Миллиона Голосов За то Чтобы его Оттуда Убрать Девять Человек Пытаются Попасть На это Место Причем Из этих Девяти Человек Восемь Абсолютные Демократы И один Это Лэри Элдер Ну который Благодаря Которому Там идет Такая Риторика Что это Республиканцы Пытаются Захватить Власть В штате Калифорния Ну вот Такая Вот ерунда Но При всем При этом Там Достаточно Серьезная Ситуация Для того Чтобы Все Весь Кабинет Практически Это И Камала Хэррис И Джо Байден И генеральный Прокурор Штата Калифорния Даже Генеральный Прокурор То есть Вообще Генеральный Прокурор Соединенных Штатов Этот Шмендрик Или как Вот там Даже Он Тоже Тянет Как говорится За Вот этого Гевен Нусом Так что Будет Интересно Посмотреть Если Его Оставят На этом Месте То Действительно Значит Получается Так Что в принципе Народ Заслуживает То правительство Которое Его Имеет То есть Несмотря на то Что там Довольно Значительное Число Людей Обладающих Здравым Смыслом Которым Вся Это Калифорнийская Дребедень Надоела При этом Масса Людей Идиотов Ты знаешь Я Ну Скорее Ты понимаешь Там получается Интересная Вещь Если Там Собрать Калифорнийские Элиты Я имею Ввиду Политические Элиты И к ним Добавить Еще и Голливуд То Ты не можешь Назвать Идиотами Потому что Их это Устраивает То есть Там Достаточно Про идиотов Это Про тех Кто Голосует За них За тех За политические Элиты За эти А В принципе Пищат Вообще В Калифорнии Складывается Такая Нормальная Советская Ситуация Когда Есть Нищие Есть Богатые И супер Богатые Потому что Среднему Классу Там Уже Жить Не в Моготу Невозможно Заработать Такое Количество Денег Чтобы Жить Среднему Классу Они Выживают Ну Средний Класс Всегда Был Враг Номер Один Для Большевиков Да Условно Говоря Да Да Но Ты Представляешь Себе Если Там Средняя Цена На Дом Причем Мы Не Обговариваем Какой Дом Мы Говорим Просто Средняя Цена На Частный Дом Это Между Восьмиста И Девятиста Тысячами Долларов Какой Средний Класс О Каком Среднем Классе Идет Разговор Понимаешь Поэтому Да Там Получается Что Средний Класс Полностью Убрали Там Огромное Количество Иждивенцев И Есть Прослойка Супер Бога Там Силиконовая Долина Там Есть Кого Долить Долить Кого Деньги Собирать Поэтому Система С С С Образованием Классе То есть вот о чем идет разговор. То есть там, получается, действительно, все те проблемы, которые существуют в Калифорнии, которые создал Нюсом и перед ним создал Браун... Браун, да. То есть получается, что, в принципе, эти проблемы не особенно шкварят тех, которые за это платят. Мать Анатольевич, Сергей, что я могу сказать? Это Калифорния. Если вы помните, там даже праймеры не партийные, а так, но и дикие. Ну да. Раз. Это второе. Опять же, вы хоть немножко, хоть на немного верите в то, что в Калифорнии какой-то степени честные выборы, ну, подсчет голосов какой-то имеет тень честности? Ну да, нет, конечно. Нету. Этого нету. Поэтому там, как в Советском Союзе, или как у Путина, кого назначат, на того и посчитают. Поэтому все эти игры... Их демократия исчерпала. То есть когда все изголодаются, возьмутся за колья. Это последнее, что произойдет. Ну, как сказал товарищ Лейкан, вы помните, нет свободы, не будет хлеба. Так вот сейчас у свободы нет. Еще немного не будет хлеба. А когда не будет хлеба, ну, кто ближе, тех достанут. Так, кто подальше... Да. Спасибо. Согласен. Спасибо, Владимир. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Ну, что вы говорите? Говорите, пожалуйста. Добрый день. А где? Да, мне кажется, что с этим самым... С Хоблос можно рассчитывать легко. Надо вернуться в Советский Союз. Вспомнить 101 километр. И чтобы кто-то этим занимался, у них были яйца. Просто сейчас мужики безличные какие-то, понимаете? Они не могут решить, надо, не надо. А может так будет плохо. Да ради бога, очистить. Я помню, я был в Канаде, так там 15 полицейские ловили в Торонто одного Хоблоса, чтобы он только там не гулял. Так вы там, знаете, заблудший олень. Ну да. Все. Все очень просто. Просто, знаешь, отразить себе яйца. Мы будем делать, очистим. Никто не стал хоблос потому, что он так захотел. То есть никто его не заставил быть хоблосом. Он немножко расслабился, а в этой стране нельзя расслабляться. Какой степень? Жидят, забирают дом, начались на работу, потому что бухают, жили-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. выбрасывал путь таких до 101 километр и до свидания валька да спасибо я правильно все правильно и 2 самое интересное то что действительно значит смотри как борется нюсом с проблемой бездомных в штате калифорния на что он уже объявил свою программу которая выделяет 3000 долларов в месяц на каждого бездомного для того чтобы их оформить типа в гостинице и вот за них будут платить за гостиницу за них будут платить за еду в общем короче их будут содержать то есть скажем так это не тюрьма но это и не как бы бездомный с другой стороны действительно вопрос становится значит ты себе представляешь 3 штуки в месяц за каждого бездомного значит у нас в нашем штате допустим в илиной да средний моргидж ну я говорю средний мы берем там по общей по палате да где-то в районе две с половиной тысячи моргидж в частном доме а тут мы будем платить три не мы а они будут платить три штуки в месяц чтобы поместить этих же homeless в в гостинице которые они будут прошу прощения за сиреневать где они будут колоться где они будут там делать все свои дела но зато их не будет на улице то вот это называется решение вопрос это понимаешь их устраивает такая жизнь они ну по всем параметрам те кто не хочет ничего делать кто-то привык жить на улице в силу там я не знаю психических каких-то отклонений наркомания тогда с голоду не умирают их кормят поэт там обслуживают как там что-то помогают начиете моя жена была со своей сестрой в калифорнии там ну сестра ездила по делу неважно санта моника бич венес бич заполнен вот этими бездомными палатки там у кого есть палатка у кого нет палатки все нормально значит такой причем у всех телефоны айфоны андроиды айфоны такое впечатление что им кто-то присылает сообщение потому что вдруг это моя жена рассказывал вид вдруг они поднимаются диска пошли куда пошли она говорит мне было интересно куда же не пошли ведь я за ними оказывается подъехал большой тройем пищем при до раздают хавача в чеке все дела так чего им не быть на улице добрый день пожалуйста в эфире добрый день вы затронули интересная тема но я хотел бы вам добавить к вашей теме несколько фактов которые проваливают она вы не знаете я вообще-то живу в калифорнии так что я вам добавлю вот я хотел вам сказать что вот вы рассматриваете что 20 миллиона которые выставили на рекол мне сама дело в том что вся калифорния порядка 40 миллионов человек из них где-то 7 миллионов человек которые голосуют то есть демократический штат которым допустим 7 миллионов голосуют если вы посмотрите обычные выборы которые проходят например были выборы президента где-то порядка 2 половиной миллиона где-то республиканцев татриолха 4 миллиона призрятка демократов то есть вот эти республиканцы которые в основном проживают на юге калифорнии в районе оранж каунте и лос-анджелес сан-диего и туда ближе к мификанской границе вот эти вот республиканцы я к себе тоже к ним в принципе отношусь мы вставляем требования по поводу демократов не снова потому что он был замечен свои сипакове ну значит двуличие как и вот принципе по правилам калифорнии и можно сделать рекол если допустим рассмотреть историю рекулов которые проходили в калифорнии то 2001 году это удалось потому что тогда команды вал дэвис такой был гувернер вот который довел штат это дело и он решил дальше чтобы пополнить деньги он решил увеличить знаете на машины когда люди платят регистрация каждый год он решил увеличить что два или три раза регистрация машин ну уже тут все поднялись поднялись и демократы республиканцы зеленые и белые говорится о и тогда еще не были так готовы демократы хотя не поняли что когда катаются людей лично лично и понимаете так люди уже пойдут и против демократов против декабли и тогда проголосовали против него и пришел как вы знаете шварценеггер вот когда пришел шварценеггер он же вообще-то в лос-анджелесе там стояли летал каждый день на работу на собственно вертолете причем зарплату он не получал он все это зарплату давал донейшер там сколько они там 200 300 тысяч вот я вообще большой революции в этом болоте которая была в сакраменто и он тогда все перевернул там сверх на голову это нам казалось таких сумасшедшие бенефиты там что можно вообще не работать и получать или даже знаете там пожизненно все было у них пенсии так далее и медицина короче он там все перевернул подправлял их там по сокращал людей правил есть такое понятие фурлол который означает что тебя временно сокращать на манте или типа не дают зарплату ничего там они конечно подняли буч и так далее но они ничего не могли сделать и люди в принципе поддерживает когда говорили о котором я не видели него знали кто он артист и так далее он выступал и говорил что там такое за стиле этих вот болото я то все вычищи в принципе он и хорошо потряс ну естественно потряс потряс успокоились и вернулись опять своим любимым демократ вернулись она прошло 20 лет и вот через 20 лет когда молодой как говорится мусом которого история еще если почитаете в истории его жизни он никогда не был хорошим бизнесменом он всегда был такой на матч бой да и такой матча бои и вечно он и драга бьюзер был и хапан разные проходил и так далее так далее типично калифорнии идут ну да вот такое которые знаете менты полосе которая протектое ты там милого этих самых как фазер которые были там большие известные люди которые имели большие деньги которые возвращали дай ему деньги на бизнес на всех пострадал из-за выражения и так далее и тогда ну понял так там еще первая его жена кстати на гол франт трамповского сына вот первая его жена гилфорда теперь что с ним случилось короче он был вот это всунули в политика и он стал политиканом таким его сделали мэром сан-французской после него сделали мэром сан-французской когда он был уничтожен по сути дела знаете единство что он делал он гонялся за девками по сити-холлу и в сити-холле там девки ходили ну я между девки женщины вот они все ходили брючных костюмах потому что женщина приходила платье выше колено у меня такая манера но это свой способ ввести определенный дресс-код так что все нормально да дресс-код должен быть для него но в принципе вот такого типа и там уже он гонялся за всеми кто только можно короче конце концов нашли ему женщину такую и посмотрите на чистая барби знаете как барби даже нет сейчас у него пятеро детей ну куда его дальше пихать ну все-таки же маленький пост быть мэром сан-франциско который за этим он ничего не сделал больше завтра но суммали его в этот самый не в гувернеры а типа как вице-губернатор да 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 вице-губернатор по-русски вот он стал сам тоже чем-то не проявил тоже был полна это самое сидел в тени там и ничего не делал короче говоря ну как наше сейчас на который у наших вайс-президом у вас там это в калифорнии какой-то тренд получается чем меньше ты делаешь понимаете и тут же я же объяснил северная калифорния полно демократии причем очень коробки которые мэнси полоси она тут держит все этих самых она в сан-франциско имеет от ее округи тут все на команды то они и тарел тогда сама вышли и посмотреть эти выход на тут это наш вайс-президент это нюсом это все вот эти вот выходцы вы можете представить кто выходит ничтожество которые прут вперед и их пиха ну и говорят правильные слова в голове как лицу вечер ну вот и теперь когда уже дошло до того что когда в калифорнии произошло по видам так очень многие потеряли бизнес и рестораны и понимаете и там ну те которые работали хотели не таки работали не просто приставили это работа не работали иду вот те которые мили рестораны которые имели допустим там знаете там клубы какие-то или имели там допустим фитнес-центр они все потеряли работы и очень многих людей ударилось демократов что республиканцев и они из-за этого очень многие пострадали и что он это принял он показывал себя тут он горит носите маски ходила здесь ниже дорогие рестораны без масок тут он выступал какими-то непонятными данными с одной стороны ты почитаете он купил потратил что там больше нехотех миллионов он купил марки у китайца причем купил компании которая выпускает автобус это он научился у нашего прицкера между прочим да ну вот вы почитаете историю просто вы его и знаете была информация интересно вам почитать было в вашем слушатель просто послушать обожать по миллионной долларов лос-анджелес тайм стать выступал по этому поводу первые выступили как он поздравил миллионы закупил китайца причем причем компания которая никогда не была связана медицинским оборудованием она бы делал автобус он у них закупил медицинские маски которые они так и не поставили до конца если поставили кремлю бракованы но это все понятно знаете как сливаются деньги вот ну вот калифорнийский правилам разрешают сделать приколы и вот южные как говорится аккаунте решили это все сделать потому что состояние такое они насобирали голосов плюс кому у них еще если посмотрите вот этот который был в сан-франциско атор джонал оттуда вот он пошел в full south его туда всунули потому что деньги нашего известного не людей которые сумму деньги вы выдвигает всех этих демократов и каким фамилия все расходы до 40 дает деньги но вышел там я забыл его фамилия он был в норс калифорнии он был адвокатом главным адвокатом теперь его пересунули за в саус калифорния и он стал прижимать всех вот этих знаете бизнесменов давал больше правов этим уголовникам да 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 и у него фамилия кстати такая латинская вот так вот такого я не помню да да и занять вот и вот он на и там люди недовольны потому что он разгул это вот там в лос-анжелесе так как это неспокойно еще больше разгул этого безобразия и люди недовольны этому я не хотят не только вот допустим с ума не хотят что переизбрать этого мало джоноватор не до датю джиннел у вас там про то есть не у вас а в калифорнии просто вытворяет чудеса даже даже по сравнению с нашей кимберли факс так что там вообще понимаете вот вот такой и принципе я просто хотел бы не знаю как у вас допустим веленой темно у вас есть правило и колду после вашего гадана у меня такого в калифорнии и нью-йорке тоже не ну как республиканка смотрите факт не допустим они там очень многие калифорнии уступают калифорнии очень много их там и они говорят что принципа не подняли это вопрос в южных каунте в которые находятся в калифорнии я да немножко просто укоротить разговор дело в том что в принципе тут дело не внесом то дело в том что не могут демократы сейчас потерять такой пост как губернат демократические губернаторы штата калифорнии они просто не могут у них для них это будет очень-очень конечно поэтому они тянут за него мазу и если посмотреть допустим вот вы не видите у нас реклама сплошная по телевизору приехала пока хонтов она приехала тут прямо с ним целуются они тут выступает она его поддерживает туда-сюда тут же горни выскочила откуда-то там не знаете как черти все полностью вся верхушка демпартии приехал замалчивала нашего президента потому что она прячется всех отстраняется только она тоже прилетает сейчас облачение выступать его поддерживать он такой выходит весь 1 на на хлещенный так на на лощный такой весь этих ноги он и все-таки если на это смотрит это настолько знаете противно до какой-то степени калифорния почему она дорогая такая потому что климат а климат у нас нужно зимы не бывает как таковы понимаете у вас там снег идет а у нас все лето по одной паре обувы можно ходить в калифорнии поэтому поэтому северная калифорния еще дороже намного чем южная потому что эти или силиконовая долина и потому что климат хороший но другой вопрос в чем еще почему такая калифорния дорогая но у нас еще корпоратах но вот эти которые очень большие на компании подмену послушаем на секундочку калифорния дорогая по одной простой причине потому что в калифорнии во-первых голливуд это раз во вторых калифорнии я еще когда жил в калифорнии все легко я работал силиконовой долине тогда еще это мы говорим восемьдесят седьмой год восемьдесят шестой год когда невозможно было я уже не говорю там про сан-франциско про купертино сан-и-вел я про это не говорю там сан-хозе невозможно было купить двухбедренную квартиру еще 30 лет тому назад из-за этой силиконовой долины потому что там цены просто ну гипер да я я я согласен с вами с калифорнии допустим чтобы допустим которые люди приезжают уезжают калифорнии потому что допустим зарабатывая здесь очень многие позволяют приезжать в других штатах и работа через компьютер очень многие уехали ну да лифорния перри за и другие штаты но поэтому но еще не только это еще погода поэтому очень много хомосов потому что погода у вас именно для хомос у вас хорошая погода а в отношении работ я вам клянусь меня я должен был перевестись я работал тогда еще на сан майкро системс и меня должны были перевести в сани вел ты я женой приехали поездили посмотрели на эти дела я решил так что при всем том что мне бы давали там серьезное повышение имеют в деньгах я бы там был в принципе где-то на уровне вэлфер усыпиент понимаете по теме зарплаты я хотел да я хотел бы еще добавить понимаете что калифорния калифорнии если вы посмотрите например такие компании как хюлитт пакоротка коракал они все перевели их от квоттерс уехали остались такие как google как-то да 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 остались да а те которые довольно большие но потому что они включили корпор так что почти 30 процентов и посмотрите элл маск он тоже убрался отсюда любое нормальное предприятие вы туда уходит конечно и вдобавку я хотел бы еще добавить одну последнюю вещь что когда вот было ковид restriction закрывали предприятие и так далее элл маска мне закрывался предприятие он его просто перевез он не удержал он открывал работал и так далее когда уже заставили вот оконтажем закрыть предприятие когда блоков это не нужно реактивности он его закрыл но он открыл самый пех люди стали работать и когда ему стали копать на мозги что почему вот и открыл туда-сюда он сказал вам не нравится я отсюда уеду и все что я вам плачу горы вам не будет еще вы думать о нем оставили тронули вот такое но он все равно уехал корпорат перенес туда в общем короче говоря будет интересно посмотреть чем закончится выборы в калифории я хочу вам сказать понимаете скорее всего он остань скорее всего на потому что рейсовоза украпывания по голосование по почте мы сами понимали что такое звание по почте 0 вот она скорее всего останется но чтобы показать ему миру что что ничто строить ничто что люди что-то могут и что люди что-то должны делать чтобы показать это очень важно проиграешь но если ты проиграешь достойно так это тоже вам это правильно спасибо вам большое это абсолютно правильно скорее всего возможно останется скорее всего они будут использовать опять схемы ты помнишь в восемнадцатом году там ну конечно харвистами 7 или 8 конгрессменов которые плотно сидели республиканцев во имели в каунте в которой на самом деле консервативная публика то есть они занимаются махинациями но впрочем демократы что с них взять до типичные демократы мы вернемся через несколько минут программа народная трибуна открытый микрофон для всех кто желает высказать свое мнение свое мнение телефон прямого эфира 847 400 5200 здравствуйте я имею что сказать а я думаю что кричать не обязательно работают все микрофоны каждый может ну вот мы вернулись в программу народная трибуна телефон студии по-прежнему 847 400 5200 интересно человек из калифорнии поделился с нами ну как бы ситуации изнутри что называется она абсолютно четко объяснил ситуацию так что спасибо конечно жаль конечно что нюсом нюсом у не удастся скинуть то есть не зря это вся банда туда кинул ханеж будут там ну мало того что выступает pr делать еще будут отлаживать систему фальсификации выборов ну как обычно но всякий ты понимаешь опять же если учитывать то что калифорния для республиканцев также как в принципе и или ной и нью-йорк это отломанный как говорится сломать то в принципе ну пусть они отлаживать что они там будут ухаживать там это все отложено во первых и там отложено во вторых опять же harvesting все равно нигде больше в америке такого нет поэтому как бы они там не отлаживали это дело я слышу что вот секретарь стоит там разослали всем опять бюллетени да все мы говорили по почте но и понятно с какой целью ты раньше они действительно но они они не могут его потерять ты представляешь в штате калифорния потерять губернатора демократа может очень много сделать конечно конечно но уже ничего не делает ваши самые нет этому не ему что делать ему не надо у него есть у него есть дядя неважно у него есть огромная толпа нищебродов которые живут за счет налогов и есть силиконовая долина который он дает который приносит достаточных денег в казну чтобы он гнул пальцы говорю у нас все в порядке в калифорнии мы тут выбираем силиконовая долина оттуда свалит крупнейший если вдруг хотя сомневаюсь но там не особенно так и осталось там действительно там гугл и фейсбук все слушают огромные деньги да да новым голос огромные деньги но я думаю что никуда оттуда не свалят я думаю что и налоги у них там по системе и так далее так что все нормально на средний класс оттуда бежит добрый день добрый день добрый день добрый день анатолий дать владимир кризинга ребята вспомнил одну вещь где-то он несколько месяцев назад я смотрел на видео на нашем на одном из наших сусольных континенте то ли где-то еще и там начито было видео было по-моему таки цесарской пригласил женщину которая является оперативником республиканской партии и она и она сказала она в калифорнии было когда ее пригласила кальфорнийская организация республиканской партии поработать рассказала вот этих вот этих надо убрать их комитета это так засланные казачки от демократов которые разрушают нашу работу и что вы думаете ее перестали звать вот вот то есть республиканская партия в наших штатах у нас тоже самое вы помните что второе лицо в нашей республиканской партии или ноя был увлечен в том что он оказывается давал донейшину в пользу товарища ну да то есть республиканские партии в штатах то же самое не в него ты послушал и у нас и там договорить так посмотри на кинзингера и все сразу же ясно понимаешь вот и все поэтому зачем далеко ходить человек который якобы республиканец но абсолютно себя ведет как последний демократ и причем он этого не стесняется как серёжа говорит он будет губки крутит пальцы но тем не менее ничего не делает как республиканец для нашего штата консерватив рейтинг и на вы знаете это его голосование это 48 процентов ну что я знал еще и не 88 ты понимаешь делать не в том как этого не понимаю она действительно консервативный человек было дело не в том что ты вот смотри ты когда смотришь на процент голосования ты не смотри на процент голосования ты смотри по каким вопросам он голосовал за или с республиканцами и по каким вопросам он голосовал с демократами вот что важно конечно вот о чем идет разговор вот и все спасибо спасибо что касается и наших местных партийных бонз они ведь идут бизнес сделать нижних не идут бороться за идею наивно было бы полагать потому что к сожалению большинство политиков большинство не говорю все но большинство политиков идут в политику чтобы делать бизнес а уж тем более партийные функционеры тоже деньги даже бабки а потом если они делают бизнес но с кем можно делать бизнес если весь штат находится под контролем у демократа да если у нас ку-каунти президент демократ если у нас в этот как мэр мэра дачи губернатор губернатор демократ с кем делать бизнес конечно с демократами они пришли делать бизнес прежде всего причем самое интересное опять же я все равно не перестану приводить пример раунера потому что вот пришел такой вот хороший республиканец да наконец-то якобы прорвался к власти и что попал под жернова этой машины точно так же его скрутили он сопротивлялся очень долго я пытался бюджет не принимали очень долго да он пытался он наставил на том что все объяснили чтобы провели реформу пенсионы потому что без пенсионной реформы штат будет в дерьме постоянный он никак не вы не выкарабкается это сейчас этот они тут начали с ума сходить потому что возиться председатель миллиарды долларов заслал в леной там будет все все то же самое потому что без пенсионной реформы для государственных служащих ничего другого не произойдет все это же со в отношении раундера мне напомнил анекдот да когда стоят два полицейских и один другом и летну смотри как говорит по-английски красиво ну и шо ему это дало ура унар было две там по моему если мне память не изменяет серьезных ошибки во первых он вписался в эту бесперспективную тему сень через state но он вписался в нее и по поводу абортов он тоже там лоханулся он с демократами заодно пошел то есть там для государственных служащих оплачивали аборт страховка должна была оплачивать аборта что стоило налогоплательщикам массу де серьезные бабки да да вот вот эти два прокола но это как говорят злые языки это его жена супер либералка которая его ночная кукушка них дневную перекуку ты понимаешь но опять же он шел он же не в бирюлька шел играться правильно он понимал куда он идет он понимал как это все будет работать я так понимаю вы не особенно волновалась ситуация в штате он попытался то есть да он он пришел с правильными намерениями потом он понял что вам эту стену не прожарить ты же помнишь у демократов во время его управления у демократов законодательного собрания было супер большим конечно то есть там ничего он вида накладывала не тут же уральди да и даже ничего не мог сделать хотя хотя это было как то какая какую-то надежду в себя но действительно один человек при таком составе законодательного собрания ничего не может это невозможно абсолютно я тебе больше скажу даже такой бывший наш губернатор как джеймон тамсон вот хороший дядька плохого о нем сказать ничего нельзя он пытался сделать он там пытался тут пытался тут пытался и все он никуда но это штат такой но мафия наверх сильно все сильно мафия все сильно матча здесь как она была так она осталась правда она перелицевалась они теперь профсоюзы профсоюзы такие респектабельные профсоюзы государственных служащих профсоюзы учителей и они по-прежнему заправляют этим что да к сожалению они избали покупают политику да кстати поцкер который казалось бы после провальной политики после всего того что происходило потом решил что не менее не все потери да конечно с такими бабками чужим утеряем да сколько-то миллионов уже кинул себе разбирательную кампанию и сейчас какой вот где бы ты не включил там великоле это ничь сирен нынешний сколько-то миллион пятьдесят пять миллионов миллионов но для не все представляешь я не очень представляю вообще какие-то цифры стали сложнейшие когда-то говорили миллионы это производила впечатляет полтора миллиона это считалось того чего ребята вы куда же вы эти деньги деваете потом миллиарды потом обамка триллиона даба почти 3 836 миллионов сумасшедшие деньги как-то не укладывается этот пришел зенской совет триллионы туда триллиона три триллиона фига ли нам то есть уже просто просто пипец я ну так получилось что вчера ну там позвонили попросили выступить на артеля и по поводу именно здесь председателя и вышел там один деятель он естественно представитель демократической партии он как бы бизнесмен начал пургу нести там и я говорю ребят ну ну как такое может быть или он обама да он начал разговаривать там про инфраструктуру вот мы сейчас тут такое на вороте мире ребят мы уже это проходили уже это все слышали в восьмом году обама или в девятом году обама тоже попросил 800 миллиардов долларов там 836 бла-бла-бла ответ ну я не знаю чего вы говорите я это не помню ну ты понимаешь ну а у них действительно короткая память и вот они важно и вот эти которые сейчас за здесь они тоже этого не помню ну и они поддерживают до инфраструктуру там 100 миллиардов на инфраструктура 100 триллион с чем-то куда на хрен куда а триллион это уже на социальную инженерию естественно этот опять выступал недавно был в перед кем он перед профсоюз перед профсоюзом опять это бесплатно это бесплатно то бесплатно образование бесплатные детские сады чтоб люди могли работать когда люди не работали потому что у них детских садов детские сады для тех кто не может себе позволить не так бесплатно и когда начинает говорить вот страховка недоступную послушайте все кто никто вот кто работает тому сложно платить тот вынужден отрывать от себя оплачивать страховку а те кто не работают у них с этим делом другое дело что страховку которые у них есть не очень принимают врачи но страховые компании деньги то за нее получают конечно и вот я всегда говорю тогда в качестве примера приводил пока обамовский закон не протолкнули помните нужно принять закон чтобы понять что так вот страховые компании эти цифры называл на рэн-по страховые компании в год до принятия обамовского закона имели прибыль вот по крупнейшей страховой компании 5 миллиардов долларов в десятом году выдает закон приняли за год после принятия закона их прибыль выросла ровно в три раза то есть 15 миллиардов долларов это не значит что люди получили медицинское обслуживание это за что государственные деньги бюджетные деньги налогоплательщиков пошли в карманы страховых к причем знаешь как интересно и легко проследить кто на этом действительно поднялся а кто на этом потерял значит и ты помнишь да когда до того чтобы был продвинут обама в этот обама хер значит у нас было миллион разных страховых компаний причем они покрывали кто-то лучше кто-то у кого-то был рейтинг и трипл плюс у кого-то был b минус минус но они существовали до тех пор пока они как-то платили свои клеймы там еле-еле они существовали как только протолкнули обама кер это вся структура начала валиться как карточный домик одна компания вылетела вторая компания вылетела третья компания и в конце концов у нас осталась одна компания на сегодняшний день blue cross blue shield это единственная компания которая покрывает именно вот марта которая существует на marketplace которая покрывает вот эти людей которые подходят якобы под обама кер да все одна компания как же ей не заработать то есть просто взяли убрали любую конкуренцию всех конкурентов уничтожено за на компании и в нее вливаются теперь деньги мало того что чем сумасшедшие димал того что люди вынуждены платить повышенные ставки по сравнению с тем что было когда-то начинали с двухсот долларов дошли до двух тысяч а так еще и правительство вливает туда деньги супа там это придумали я клянусь я вот как страховой агент я сижу я с ума схожу со всей этой структуры значит раньше blue cross blue shield было там два плана 500 дедакта был ты на было три плана 250 дедакта был 500 дедакта был и потом тысячу сделали его раньше не было было 250 500 вдруг придумали цвета серебряный бронзовый золотой платиновый там и чем цвет дороже металл тем дороже страховка но она дороже но при этом покрытие непонятно какие потому что дедакта баллс просто невозможные чем у тебя выше драгметалл тем у тебя дедактал 6 тысяч 7 тысяч 10 тысяч на человека кто себе может это позволить сегодня скажи мне но есть у меня это страховка дальше что на провернули они аферу колоссальную но но мы выяснили после того как закон был принят да причем мало этого взяли я же взяли опустили минимум как называется не прожилища белый джебил эти да просто взяли и опустили вот до плинтуса если раньше там человек в жизни бы не попал под этого обама керр при я помню цифра 94000 если семья зарабатывает меньше 94000 то они и лиджи был и ладжи был иди на marketplace получает страховку непонятно кому-то какую кто ее принимает тоже непонятно я вспоминаю какие-то цифры символические что было время когда там средний за средний доход на семью средний по имени читал сорок две тысячи на семью номер и в то время умудрялись как-то жить причем работал один член семьи мама сидела дома и как когда же вернуть очевидно за регистрацию машины не нужно воплотить каждый год 150 до 48 долларов стоили лайсенской и бензинами стих 4 доллара заговора и наверное тексе не были такие которые больше чем чем моргич то есть человек выплачивает дома подумать вот к тому времени как человек выплачивает дом у него текст больше чем моргич вырастает и страховками медицинская тоже как моргич 2 в общем может быть поэтому они могли как-то себе позволить жить на 42 тысячи не потому что богатый у так серёжа они жили на 42 тысячи при этом они еще вкладывали бабки в стаки откладывали инвестмент на пенсию на там еще начата еще начата откладывали бабки это при том что один человек работал всего причем работал не королем там абсолютно нормальный до работе человек все то есть вот такая вот и когда говорят эти придурковатые социалисты что богатые грабят мне не богатые грабят правительство грабит из тех денег что правительство отбирает там часть идет на какие-то выдуманные социальные услуги неоправданные а часть денег на раздуть раздутие вот этого аппарата конечно потому что это бюрократия это партийная так сказать принадлежность это голоса то есть по партии научилась за счет налогоплательщиков покупать голоса избирать еще наш самое обидное то что деньги то отбирают но бедным от этого становится не легче вот что самое уже ладно мы там отобрали у богатых отдали бедным да есть за это время там скажу возьми какой-то отрезок времени знаю там 10-20 лет пенсионеру стало лучше жить которые живут на суши в себе я пенсии нет аналоги за это время выросли хрен знает куда по сравнению зам с 20-летней давности да 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 а вот те кто нуждается реальным им жить стало отнюдь не лучше но зато чиновникам стало жить лучше за то окей мы буквально через несколько минут программа народная трибуна открытый микрофон для всех кто желает высказать свое мнение свое мнение телефон прямого эфира 847 400 5200 здравствуйте я имею что сказать а я думаю что кричать не обязательно работают все микрофоны каждый может возвращаемся в программу народная трибуна телефон студии 847 400 5200 прежде чем приехать в студию я заехал я вчера вышел онлайн заказал appointment на тест то есть там разные какие-то варианты тестов есть есть такой 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 вот есть который моментальный там чуть ли пять минут у тебя тест готов начинаешь в минуту ты больной начинаешь выбирать вот хочу такой тест раз там почему там написано что несколько appointment of available начинаешь выбирать на эту дату нету нету в общем волгвинс заказал appointment значит приехал подтвердил но сначала email пришел прочитал email там написано что вот так и так и так и так вы приедете за пять минут там тим выйдет вам все расскажет покажет в окно не открываете в типа через окно документы покажите подтверждение этого email а на самом деле подъезжаешь подграешь руку под окошко и она с тобой по матюгальнику говорит показал есть начало email показал страховку очевидно у кого страховки нет тому бесплатно ты сделает да поскольку у меня страховка я показал что я заполнял когда в appointment назначаешь там заполняешь облегчен ряд вопросов показал страховку показал айди она мне прочитала инструкцию что вот дескать так и так вот я тебе дам свап ты там покрутишь засунешь обломаешь и даже не вернешь назад вот и там написано было что они передадут результат теста провайдеру провайдер вам пришлет по email link вы по этому линку сможете узнать результат но если тест положительный они вам позвонят и вы так сказать сразу принимаете меры но одни месяц пришел что тест готов но о том что он положительный там ничего не сказано и слава богу значит значит тест отридаешь который раз тесты делаю и вот это вот по поводу этих тестов по поводу вообще все этой ситуации по-прежнему продолжаются бои сказать родители воюют с дистриктами поскольку они объявляют но понятно дистрикты вообще все что связано с образованием это все контролируется мафии который называется просто учителей один из богатейших профсоюзов потому что много народу работает профсоюз нефи собираем там ты понимаешь да что там эти дюз ну то есть взносы взносы это обязаловка да то есть это не то что единственное что удалось добиться это в вискансине скота уокера удалось добиться что right to work то есть ты не обязан платить профсоюзные взносы если ты не хочешь быть членом профсоюза а раньше они собирали так как подоходный налог удерживался чека автоматически там сейчас нет и вот сразу как только right to work закон приняли и у них профсоюз немножко так и скостился как уж они выводы больше как они воевали конечно авто со всей стороны сгоняли туда этих идиотов устраивали там ты помнишь в здании капитолия что они устраивали ну конечно это не то конечно не было попытка переворот ну как же это тоже пытались республиканского кандидата губернатора скинуть и даже это была попытка переворота но и я так не называли не называли то есть он он добился своего и кстати штат после того как он был в такой же задний секс и на горы бежала помнишь да известно что на воле но из набежали 15 человек убежали штата чтобы закон не принято поскольку там большинство было то республиканцев и чтобы избежать при но то же самое что в техасе произвела корм и мне что не было к ворума даже чтобы они не могли проголосовать так вот там ситуация изменилась после того как реформу провел scott walker штат который был тоже в финансовый яме вдруг через год вышел с плюсом да с плюсом а мы так будем в дерьме сиди я тебе скажу надо отдать должное кисаку в свое время джан кейсы губернатора хайо он тоже он взял штат там было если я не ошибаюсь по моему то ли 80 миллионов то ли может быть даже 8 миллиардов минус он буквально за шесть лет превратил еще и в плюс то есть у него в бюджете был surplus там по моему около 6 миллионов то есть есть же люди которые вот хотят что-то добиться и они действительно это добиваются янтин индиана пожалуйста для заселим с этими с этими демократическими демократами суша чуем чесаться они ты понимаешь я уже понял вот с этой пандемии честно клянусь я уже понял что здесь она как как цунами периодически то есть вдруг падает куча денег в казну и мы себе спокойно сидим чё нам печься о том есть у нас бюджет нет бюджета сколько у нас этих on secured pension фонда твой обилите где-то порядка 120 наверно уже больше миллиардов 250 миллиардов долларов это значит что пенсии которые должны будет должно будет правительство штата выплачивать своим служащим вот учителям в том числе на это денег нет значит какой выход давайте поднимем налоги поднимем еще налоги еще часть людей которые работают или бизнесы свалят с этого штата и что дальше будем делать поднимем налоги на другой тумане хватает напишем дяди с этому как его джои 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 нам сбросит еще пару тонн подумаешь ты прям серед самое обидное причем любой здравомыслящий человек должен это понимать и понимает то что если у вас нет денег хорошо поднимаются налоги но перед тем как поднимаются налоги урезаются расходы и тогда тебе говорят послушай вот мы урезали дороге расходы на это на это на это на мы этим сохранили допустим там десять миллиардов но нам не хватает еще три и вот мы на эти три миллиарда поднимем налоги тут понятно это логика вот то о чем ты говоришь балансировали когда а эти же которые которые здесь десятилетиями у власти и контролируется мафии они знают только одно повышать налоги у меня есть потому что расходы сокращать это значит мафия получит меньше денег конечно потому что с этих расходов которые они там планируют ним неимоверные живут сотни мафиозников но с другой стороны серьез понимаешь самое интересное в чем значит хорошо не сокращать расходы допустим да вот не сокращать а как невозможно значит у нас по закону у нас в нашем штате существует конституция то есть мы уны обязаны иметь сбалансированный бюджет когда был последний раз этот бюджет сбалансирован в я имею ввиду в штате я такого не помню то есть я я не помню губернатора в штате который вот я здесь 43 года который бы действительно подал сбалансированный бюджет если может быть может быть это действительно был вот джим тамсон может быть если этом я должен буду пойти проверить но я не помню сбалансированный бюджета и тем не менее где наш стоит с трони вот скажи мне который по идее должен прийти где наша лиса медиган была в свое время как если по майк медиган который заправлял всему этим он рулил все же она по посудить будем ждать понимаешь что по идее это ее работа она обязана была вынести это на рассмотрение ребят в конституции записано вы не можете принимать несбалансированный конечно все перед пересматривайте бюджет но папа и есть папа кровь не вода поэтому ну вот так он действительно так она получается потому что мало того что он его у нас нет никого это не шкварит никто не берется за голову и не говорит rauner пытался два раза он пытался не принимал бюджет не принимал бюджет и в конце ганилов и на него спустили всех собак да потому что вот мы живем денег нет этим платить надо или нет а потому что он козел не принимает бюджет сегодня кстати в америке уже объявили о том что кешь в америке скоро к октябрю месяцу просто исчезнет все будет что сказала на это что ответила нэнси полосы ну ничего страшного надо будет просто сесть и подумать где его взять ну как где где запускаем пресс начинаем печатать и у нас появляется кешь они обвалят нашу валюту ну наверное люди которые так сказать не очень доброжелательно относятся к америке они нередко пишут что вы существуете только за счет того что валюта является доллар является резервной системой мировой валюты мировой да и отчасти они правы у меня сын мал младший мой он сейчас за него по принципе и старше и младше они занялись вот этими криптовалюта и мы с ним буквально вот на выходных меня с моим младшим был такой разговор спор и он мне пытался доказать как хорошо вот эта криптовалюта и там прямо это одну все это будущее нашего времени так далее я у задал вопрос ерешан объясни мне а чем вот эта криптовалюта чем она подтверждается ну вот пощупать что-нибудь можно было бы на что мне задал интересный вопрос или дед а доллар чем подтверждается сегодня это знаешь я как-то вот замолчал иногда надо молчать и слушать я замолчал подумал думаю действительно на сегодняшний день доллар это какая-то мифическая величина которая вообще непонятно в каком она пространстве существует это началось года семьдесят второго или семьдесят третьего когда до до того времени доллар был привязан к золотому запах конечно конечно как бы отвязали его а потом начали печатать и это даже уже не бумажки цифры это цифры это именно вот тот момент где пословица абсолютно права что это не стоит бумаги на которой он напечатан бумага дороже они теперь не печатают как таковую в смысле печатают поскольку там выходит из строя но да 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 но те суммы которые они условно говоря печатают они не печатают электронные трансы переводы написали ну лет нашлёпали вода раза отдали подвинули до знаешь что я сообщение понятное в принципе ну знаешь когда все это рухнет а сережка шучу рухнет вот вот сегодня китай присылает ноту правительству соединенных штатов не говорится вы нам там сколько миллиардов 350 триллионов должны не должно китай по моему владеешь что-то полутора триллионами наших обязательств учитывая то что ты же понимаешь я вообще ни копейки не они 5 триллионов напечатали подумаешь там какой-то китай со своими полутора не могут золотом потребу и другой разговор ну будем работать на китай теперь все вот и сюда так она и будет спасибо новая новость кстати людям которые может быть не очень следят за бейсболом но которые следят за нашей экономикой и за нашим производством значит в штате кентаке была огромная в штате кентаке в мини миннесоте миннесота поставляла дерево древесину а в штате кентаке эту древесину обрабатывали из них делали вот настоящие бейсбольные биты они называются луэвилл слагер луэвилл это кентаке луэвилл слагер то есть бита так вот теперь уже подписан договор между мейджор лиг бейсбол и китайской народной республикой где полностью производство бейсбольных бит будет производиться в китае и где древесина будет поставляться из миннесоты в китай как сырье а там будут производиться вот эти наши биты то есть вместо того чтобы научиться танцуя на граблях или граблях о том что нам не мешало как-то свое производство все-таки запустить на какой-то уровень мы еще больше отдаем китай то есть медикаменты у нас китае оборудование военное оборудование у нас в китае а теперь у нас еще и спортивные делали тоже перед а мы а что мы что нам остается и кстати запустить производство как следует ведь нет проблем это же не вручную их точек нет ни машины машины по его поставила в фейсбуке смотрел видео там счет оба не творят эти машины такие ну да высокотехнологичные называются сеной промышленно вытачивают то есть в этом проблема нет у нас есть инженеры которые эти машины делают эти машины создаются конечно мало того китайцы возможно этих машинах будут делать у себя проблема заключается в другом эти гребаные борцы с глобальным потеплением это и пей это всевозможные вот эти вот дегенераты чтобы открыть такое производство бизнесмен должен пройти через семь кругов ада просто зарегулировали все настолько что открыть что-либо невозможно и расширить производство не просто так то есть для того чтобы построить я не знаю нефтеперегонный завод нужно потратить 15 лет чтобы утрясти только документацию чтоб вот полностью разрешили туда разрешение да да вот вот по документам еще ничего не камень ни один не двинули ничего вот только документы трясли годами десятилетиями исследование показать что природа не будет не пострадая основная проблема это основная регуляция да но самое интересное вот тебе смотри стоят паркинг латы забитые новыми машинами к на которых нет чипов у нас есть так называемая силиконовая долина почему она называется силиконовая для тех которые никогда не вдавались подробностей она силиконовая потому что когда-то там были предприятия которые печатали вот именно вот эти чипы ну не те которые мы сегодня ждем но вся абсолютно электронная индустрия платы вот именно вот memory chips до памятные эти чипы и так далее они все печатались в этой силиконовой долине компаниями которые там находились вот то что сказал наш слушатель там hewlett packard там был на кью я уже забыл как он называется неважно миллион разных компаний которые причем это не были огромные конгломераты нет это были небольшие заводики которые каждый завод что-то там собирал он причем поступенчато да вот тут собрали это потом переслали сюда там дополнили там укомплектовали и на выход при том что у нас есть силиконная долина стоят машины не имеют чипова мы сидим и ждем пока китай соизволит нам выделить какую-то там собачью кость этих чипов объясни мне почему ну то что произошло с чипами я уже объяснял почему это произошло 80 процентов всех чипов обеспечивает тайвань и когда когда это мировая афера по поводу этого этой болячки раскрутилась когда остановились предприятия остановились дилерские перестали продавать машины перестали производить машины производители которые в производили чипы они быстренько перестроились они стали выпускать чипы для playstation для playstation нинтендо и так далее потому что какая разница чип он стоит вот он стоит допустим 10 долларов но условно да он стоит 10 долларов и неважно для машины он или для него же программируют совершенно верно в него за его поставили за программу заложили он все работы перепрограммировали стали выпускать чипы для этого потом когда производство стала потихоньку оживать они как бы начали машины собирать там то все все чипы уже идут в другую отрасль я а ты представляешь что произойдет если китай срочи подкушает ложь захватит захватит тайвань что вообще не исключено есть такой сценарий а кто его остановит сегодня никто никто не остановит китай может пойти на обострение соединенными штатами может может потопить несколько наших кораблей сопротивление со стороны тайваня они посопротивляются они вооружены все но трудно противостоять там армаде китайской ну да подводных лодок миллион катера ракеты и так далее то есть они потопят несколько наших это один из вариантов развития событий один из сценариев и никто не пойдет на третью мировую войну не позже новыми они вот сделают такой блист блиц крик захватят тайвань потом принесут америки изменения скажут но ребята на погорячились давайте мир мы вам готовы возместить вот расходы семьям заплатить погибших там но все ну что воевать хотите не отдавайте мирный договор все для америка скажу да давайте давайте ну сегодняшняя америка сто процентов то есть у них еще у китайцев есть еще три спал три года считай для того чтобы это привести не дай бог в жизни мы же не знаем кто будет после этого года вообще интересно сейчас мы к этому вернемся кто будет потенциально или им потенциально значит и вот такая ситуация мало того что китай владеет подавляющим большинством месторождений редкоземельных металлов без которых ничего невозможно делать ну вот эти машины они требуют литий литиевые батареи для электрических машин не зря же hunter байден там инвестируют деньги в компании которые производят литиевые батареи а он знает какой литиевая батарея ему неважно знаю пой потому что здесь председатель сказал что мы выделим деньги и будем перестраивать да кстати вчера когда он там мямлил что-то он проявлял что 2020 году мы добьемся того что электричество будет до 0 и миша и миша и миша и миша и контроль двадцатому двадцатому году до пацаны те кто голосовал забавить серьезным блин вы серьезно голосовали за этого человека но я понимаю что значительная часть голосовала против трампа просто не на ее человека который вдруг ну вот совсем другой у у нас тут есть звонки мы попробуем принять добрый день это правильно согласен и в станки в пороховые эти вот бочки китай контролирует большинство добычи да потому что месторождение хорошее есть и в африке тоже китайцы уже положили нежную ручку но но в свое время у нас наши дорогой америки были приняты как это бумаги для гуманике такие природоохранные требования как мы сами уже говорили что наши все руби добывающие редкоземельные материалы прекратили свое существование не получается а китайцы утром на эти природоохранные мероприятия плевать хотели такая вот мало того что они хотели плевать они сразу осуществили может быть вполне что и получили некоторые откат ну как нихуя племянника ну как hunter наняли там какая-то китайская или контролируемая фирма или он предложили концу наверно мы же знаем что у нас и урановые рудники продается нашим потенциальным противником геополитическим 20 процентов урана производимого в сша продали по сути дела под столом причем в общем с демократами у власти всего можно же про не продают страну с потрохами под благовидным предлогом добрый день добрый день вы знаете китаю тоже не надо ждать три года для того чтобы атаковать тайвань будущие выборы это для него самый удобный момент когда в америке будет достаточно хаосная ситуация может быть еще раньше вот если собирается россия проводить крупные маневры на своих границах да а все видят что произошло в афганистане то есть может быть просто двойная акция и со стороны россии и со стороны китая ну я вам скажу честно я про россию сейчас на меня посыпятся шишки про россии вообще говорить не хочу потому что вот этот весь надувание губок и намарщивание лобиков это до присущей россии а так куда они попрутся это называется кто на меня с васей да то есть что россия но они будут проводить учение что что это даст ничего а вот китай да это действительно серьезная сила то что им не нужно будет ждать трех лет сто процентов у них просто есть вот эти три года сейчас где они могут в принципе сделать абсолютно все что они захотят ни перед кем не отчитываясь в худшем случае приду пришлют этого энтони блинкина который скажет ну ребят нужны шоу ну куда же меня подставляете ну за что и все а министр иностранных дел китая читают его как школьник это было банкринга и все 20 минут он его строил постройки смирно главное главное что энтони блинкин сейчас находится в дахаре но это в катар что он там прославляет работников госдепартамента в том что они так классно все сделали так а первое оперативно все сделали и вывезли там сотню тысяч афганцев кого не вывезли они не знают но самое интересное но главное он поехал в дахар для того чтобы их там поздравить ну вот о чем идет разговор понимаете самое самое смешное другое или страшное что люди которые продолжают торговать с китаем которые продолжают вкладывать китай свои производства просто не понимают или не хотят понимать с кем они имеют дело и поэтому для них китай же просто отберет это когда почувствует что а китай уже этим я вам я должен дать одну очень неприятную новость китай уже этим владеет потому что для того чтобы открыть бизнес в китае 51 процент должен принадлежать китаю то есть ваша компания которую вы там открываете вы фактически сдаете свои активы 51 процент в пользу китая то есть китай и так уже владеет вашими всеми мероприятиями предприятиями тогда на это 51 они будут против все места вот поточку говорю они заберут это все полностью даже как это дихали пальцевики в свое время забрали все и все и не ругайся вот и все просто обидно что люди этого не понимают потому что не знает историю понимают нахапать сегодня заработать сегодня самое главное заработать сегодня никто ими спасибо добрый день пожалуйста в эфире говорите пожалуйста добрый день спасибо за вашу передачу я просто хотел спросить уважаемых ведущих от чего вы так против китая за всю свою историю китай на кого не напал никого не аннексировал не отнял ни у мексики там не у канады ничего бойных не участвовал за пределами своих территорий только там пограничные конфликты были по моему главная опасность асоху кухол и в мире исходит от нашей уважаемой страны абсолютно не контролируемого и невменяемого руководства от огромного наличия оружия военно-промышленного комплекса и безудержного печатания как вы сами только что говорили денег нас ждет все громадный кризис и на китай надо надеяться вот давайте давайте вы будете сидеть надеяться на китай я надеюсь что у вас эти надежды оправдаются но в принципе я мне пофиг китай и я с огромным неуважением отношусь к тому как сегодняшняя экономика америки полностью себя сдает в пользу китай я же не нападаю на китай я говорю о том что наша экономика а полностью сдана на растерзание китаю вот и все вот с точки зрения китайца вот вы например китай поступает правильно стратегическое мышление с точки зрения китайца китай поступает верно с точки зрения американца китай представляют угрозу для америки экономическую военную угрозу реальную причем вы говорите наш военно-промышленный комплекс да у нас существует военно-промышленный комплекс который периодически развязывает войны но вы посмотрите на китайскую армаду вы посмотрите что делает китай как он вооружается я понимаю вас это не беспокоит с точки зрения китайца добрый день здравствуйте вы знаете я хочу этому товарищу объяснить почему китай надо бояться во первых китай решил что уже пришло их время править миром во вторых если раньше можно было иметь не больше двух даже двух детей нельзя было иметь семье теперь пожалуйста четыре ребенка в каждой семье в третьих китайцы студенты которые учатся здесь в америке оканчивают и получают очень хорошие должности потому что они очень умные и очень развиты и способны ребята а то что они имеют эти должности они могут очень много хороших сведений нужных они этого не делают они будут наказаны абсолютно спасибо большое мы должны просто обязаны сделать небольшой перерыв потом вернемся и поговорим продолжим разговоры китае программа народная трибуна открытый микрофон для всех кто желает высказать свое мнение свое мнение телефон прямого эфира 847 400 5200 здравствуйте я имею что сказать а я думаю что кричать не обязательно работают все микрофоны каждый может итак мы продолжаем нашу программу телефон студии по-прежнему 847 400 5200 и у нас нету ты смотрел карточный домик до карточный дом ну конечно но такой напоминает то что происходит в политике в белом доме вокруг вот вся эта грязь осмотрел диссигна этот срывай вар нет ох это я к чему помнишь мы говорили что кто будет кандидатом я сказал мы еще к этому вопросу вернемся так вот там значит произошла катастрофа теракт во время выступления президента на в здании капитуля там было совместное заседание конгресса сената взрыв погибли все остался один какой-то конгрессмен который кстати было завязано другими словами рик свалвал да да типа да да типа того его китайские пули не коснули да типа того ну вот и назначили президентом назначили человек который работал в кабинете потом по моему по моему президент его даже уволил ну вот тот буквально вот или собирался уволить собирался уволить и вот его назначают президентом и он выступает как независимый кандидат такое идет оболванивание он он такой независимый кандидат он не крайне правый не крайне левый но вот на протяжении этого сериала все так сказать законы которые не падая не настолько левые настолько будет естественно и это преподносится как как норма так вот я почему подумал про этот фильм значит ну зиц председатель к к моменту перевыборов в 2004 году ой 24 году он уже под себя будет ходить просто под себя без остановки и они не будут открывать ему доктор я после операции смогу ходить сможешь подсеркать грех смеяться но для судя потому что он из себя представляет сегодня можно точно сказать что он уже будет совсем никакой то есть навряд ли он будет номинирован это дамы хереста имеешь но да если ее можно назвать таковой дамы делятся на дамы не дам ну вот она как раздам ну вот у нее несмотря на то что дам я не думаю что этого достаточно для того чтобы ее тоже номинировать и чтобы она могла честные выборы выбрать и вот посмотрев этот сериал я подумал что выдвинут какого-нибудь выйдет какой-нибудь независимый хотя эксперименты такие уже были и не очень удачный по доктор фаучи ну да кстати доктор фаучи похоже он спекся да похоже при помощи рэн пола он потихонечку успех но он вас продолжает выступаем продолжает по всем каналам сейчас мы привезли не дождались перезвоните так вот я думаю что поскольку у них то есть это не обязательно будет какой-то независимый но это будет какой-то человек который который сейчас не на поверхности то есть который не раздражает добрый день добрый добрый вот вы говорите насчет кипая там сапай вань он не против китая не попрут больше в это же сляйте так слишком китай кто он такой он по свое время ответ на мы получал по башке вот и до еще не ясно как от тайваня получит на даманском получил по голове вы получал это во-первых во вторых в америке насчет партий со республиканская что это самое демократическая цвея группы это как там сказал это болото которая которая это болото разводят 80 процентов американских граждан лохов под названием лохи вот это есть партии партии когда будут нормальные как по типу советского союза или ними как у нас это у германии будет это парт или как часто либо дали бы у них партия своя вот обычно в партии предал как стенки поставят расстреляют партии я понял спасибо и так все быстренько побегом в тридцать седьмой год что касается китая китай который там на даманском который с вьетнаму немножко там чего-то поколупался это не тот китай который сегодня это просто две другие страны по по индустриализации по вооружению менталитет совершенно две другие страны поэтому говорить о том что вот и до вас тоже позвонил человек вот китайцы никогда нигде не воевали ни на кого не нападали китай он был такой все время какой-то я не ты понимаешь вот это вот постановка вопроса они не нигде ни на кого не нападали в свое время гитлер тоже нигде ни на кого не нападал вот что самое интересное но уже потом когда напал уже мало не показалось то есть мы вот этого должны сидеть ждать пока китай нападет вот я не понимаю эту менталитет человек реально посмотрите на вещи на вооружение китая но конечно он уступает по качеству нашему вооружению по своей на численность армии на количество подводных лодок на количество танков я не знаю на колесе кораблей на количество самолетов ракет вы знаете сколько у китая ядерных ракет я не знаю них да они уже сегодня на море по моему уже давно переплюнули америку абсолютно с американским разоружением и вот с этим с игрушками с военно-морским флотом с армией где шьют формы под непонятно под кого где менталитет вот этого вот толерантности китай сегодня намного превосходит я не говорю по морали но по своей подчиненности командования равных нет слушай физические требования к кадетам снижаются потому что женщины должны сейчас форму для беременных летчиц нужно теперь новую шить в каком направлении женщины военно военно воздушная академия где для того чтобы туда попасть нужно было сдавать специально тест на не на здоровье а именно на подготовку то есть пробежать там два полтора километра разоградские нагрузки определенные норматива нужно было за эти нормативы все время снижаются чтобы не дай бог не обидеть сегодня сказали ребят знаете что если ну раз не можете бежать полтора километра ладно идите пешком понимаете а вы говорите китай куда китай в китай пока что взял насыпал остров да прямо перед носом у американцев у тайванцев у все обамка послал бидона туда разобраться с этим делом как бы это проблемка вообще-то и бидон полетел туда разбираться и прилетел оттуда с полутора миллиардами долларов для сынка для какой-то компании который никогда этим не занималась вот вот о чем идет речь то есть китайцы покупал купили нашего президента президента теперешнего зиц-председателя с потрохами причем купили до того что он стал президентом так что я бы не стал сбрасывать со счетов китае и говорить о том что китае вот ему там надавали там надавали японцы время надавали китайцы у нас был когда а теперь посмотрите слушаем вас добрый день вот это вот тема китая и тайваня это пропаганда ложь которая раздутая до неопределенных пределов вонконге на главной улице половина бизнеса принадлежит тайваньцам интересно что тайваньцы говорят на мендарин чайнис а гонконгцы на кентонис чайнис не снять никаких проблем между собой разговаривать и вести дружественный бизнес где-то это просто ложь вы понимаете которая начинает просто надоедать ну я вам скажу такую вещь вы сидите ждите пока эта ложь станет правдой потому что все то что сегодня вам кажется ложью это только потому что вы не утруждаете себя тем чтобы сесть подумать и проанализировать а к чему это идет зачем мне думать я это с вами глазами видел правильно не нужно думать будем сидеть и слушать вас замечательно предложение какое отношение имеет то что одни говорят на мандарин другие на кентонис и находят общий у них нет никакой понимаете зловредности к друг другу да конечно да вы что смеетесь серьезно поэтому я помню когда китай занял гонконг я помню как выходили на демонстрацию а более двух двух тысяч человек покосили просто вы понимаете это тайвань это гонконгская демонстрация она была раздута нашим цару точно так же как они это делали на украине как они это делали в белоруссии и везде понятно окей спасибо большое спасибо добрый день алло еще раз да вот вы сказали про китай что китай может только вот 4 как женщина выступала четыре ребенка сейчас разрешили рожать так далее они могут тихой сапой заселять много у них там миллиард 300 миллионов или сколько и купить за деньги это они могут так как воевать они будут это мы еще посмотрим против америки Англия впишется Австралия Канада кто они такие шапки подзаборные значит в отношении Америка Англия впишется значит Англия уже выступила и сказала что в ближайшие лет 30 они не видят никаких точек соприкосновения с политикой Америки так как Америка их подставила в отношении Афганистана какая Англия впишется в кого какая кто там еще сказали Австралия Австралия где Австралия Австралия там в какой-то момент попыталась что-то вякнуть по поводу ковида по поводу этой биологической войны которую Китай развязал во всем мире Австралия попыталась развить там так сказать провести какое-то расследование тут же китайские дипломаты сказали так шадов ап и все и Австралия засунули язык и все абсолютно спокойно потому что все эти страны в такой степени и включая европейские включая все европейские страны всю Западную Европу в такой зависимости теперь находится от Китая представьте себя на секундочку если бы Китай сейчас прекратил все абсолютно поставки в Соединенные Штаты Америки хрен с ним с барахлом с кроссовками с футболками штанами и прочим дерьмом китайским а вот лекарства которые вы пьете каждый день вы бы лишились возможности принимать лекарства которые жизненно необходимы вот вам пожалуйста пример а вы говорите Китай 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 подминает под себя весь мир Африка под Китай Китай перестал выпускать чипы у нас пол Америки стоит на паркинг латах не могут ничего сделать с этими машинами которые уже произвели которые все что им нужно это чипы от Китая а этих чипов нет и Америка пока что не торопится начать производство этих чипов потому что сидят и ждут все-таки пока Китай это сделает а сейчас еще подождите с такими руководителями как зиц председатель сейчас еще возьмут и разрешат Китаю продавать свои машины здесь они хоть и говняные машины но они стоят в 3-5 тысяч долларов денег можете себе представить что будет с нашей автомобильной промышленности так что не знаю подожди еще секундочку опять же этот же Эрик Свалвал которого китайцы купили с потрохами который сидит в комитете национальной безопасности по разведке по разведке купили китайцы с потрохами и таких сколько еще та же это Дайан Файнстинг у которой был шофер шофер был который работал на китайскую разведку вы что думаете это просто так все проходит вы считаете что китайцы что просто сидят и платят деньги людям за 300 тысяч студентов которые собирают информацию работают учатся работают в разных организациях и качают информацию туда а местная профессура которая работает на Китае то одного за жопу возьмут то другого то третьего сливают информацию я не понимаю откуда люди берутся вот такие вот близоруки скажем так чтобы хуже не называть вот он сидит он считает что он все знает он да куда там там к тому этому Китаю ребята вы о чем ну подумайте проснитесь вам же еще здесь жить и вашим детям и внукам здесь еще жить неужели а некоторые считают что в Китае хорошо и они мне что я знаю одну женщину ну пожалуйста все время говорит да вот китай вот это вот по китайскому пути надо идти надо по китайскому пути ну я тебе скажу китайскому пути мы уже не сможем идти потому что мы не сможем по китайскому пути опять же сейчас становится вопрос закрутить гайки по китайскому пути возможно но уже процветание такого как в Китае не будет у них другая этика у них другое отношение к работе у нас же поколение да чуть было не сказали но ты понимаешь что проблема в чем действительно если рассуждать с точки зрения политики я уже это говорил никогда страна демократ или демократическая страна не сможет не сможет победить конечно конечно потому что в Китае одно слово и все и многомиллионная армия выстроилась и готова отдать жизнь а здесь а здесь выстроиться демонстрация пацифистов в под флагами этими разноцветными вот вот и все это наш менталитет да слушаю вас здравствуйте а вы знаете у нас на работе работает китаянка ну как там вот наверное назад мы с ней заговорили и она мне говорит Тайвань это часть Китая я говорю ну как же часть Китая это же отдельное государство ну я и на политические темы говорить не хочу вы понимаете они они уже давно решили что это не это но решили одновременно с момента отделения Тайвань они считают что это часть Китая и поэтому как вы говорите Китай у Китая вечность впереди они просто ждут когда этот созревший плод упадет в нем руки да так и все и и каким образом военным или экономическим они его захватят это уже просто вопрос времени сто процентов самое интересное то что действительно Китай вот в отношении менталитета мы даже себе этого не представляем вот мы думаем а что же будет через там пять лет через семь лет через 10 лет вот кем ты хочешь быть через пять лет а китайцы думают в размерах пятьдесят лет сто лет совсем другой менталитет поэтому мы действительно мы их не поймем мы к ним не приблизимся у нас нет вот этого вот способа мышления так что мы говорим о том что политики ведут себя как временщики готовы сегодня так же как и бизнесы собственно которые имеют дело с Китаем им сегодня заработать побольше денег то есть CEO какой-то корпорации огромная его задача сохранить вырастить прибыль так сказать увеличить прибыль чтобы получить бонусы золотой парашют 100 миллионов золотой парашют поэтому бизнес перевел в Китай на какое-то время это выгодно будет на какое-то время пока он сидит CEO он будет получать охрененные бонусы вложить эти деньги обеспечить свою семью все о чем он думает это все что его беспокоит страна государство народ до одного места абсолютно поэтому они переводят туда бизнес и поэтому и эти которые сейчас сидят там в белом доме это волнует вот то что он делает он же делает в ущерб интересам этой страны я не знаю с такими такими товарищами я не знаю как долго мы еще протянем все все друзья мои время спасибо хорошего